Всем привет! Меня зовут Энже. Давайте узнаем самые забавные новости. Кофейновый дошик теперь реальность. В Японии выпустили лапшу энергетик, и по словам покупателей, она бодрит лучше красного доширака. Компания Инстант Рамен смешала необычные ингредиенты, чтобы создать самую сильную лапшу баф-миши. Целевая аудитория лапши — геймеры. Она не будет содержать бульона, чтобы геймерам было удобнее ее есть, не отвлекаясь от экрана. Баф-миши — это специально придуманная фраза, где слово «баф» относится к улучшению силы игрока с точки зрения силы атаки, защиты, устойчивости и передвижения в игре. Немного подкрепился, почувствовал прилив сил и снова за игру. Копенгавкин. Собачки стали солистами на фестивале классической музыки в Копенгагене. Они поучаствовали в исполнении малоизвестной охотничьей симфонии Леопольда Моцарта. Композитор завещал, чтобы часть его симфонии сопровождалась лаем гончих, так что датский камерный оркестр наконец исполнил его завет. Куки, Софус и Секу выбрали из десяток собак за их навыки лая. Они прошли трехмесячное обучение. Им надо было не только лаять по команде, но и уметь сохранять молчание до конца выступления. В комментариях к выступлению кто-то иронично подметил. Бред собачий. Но нашлись и ценители такого творчества. А как вам? Пишите в комментариях. Как белка в колесе. В США арестовали иранца, который пытался пересечь океан в Беличьем колесе. Сотрудники береговой охраны заметили неопознанный объект. В 2014 году он пытался добраться от Флориды до Бермудских островов в самодельном пластиковом пузыре. А после неудачи в 2021 году мужчина заявил в интервью, что знает, что делает, и добавил «Я не тупой». Что ж, пожелаем ему удачи! На этом все. Следите за нами в социальных сетях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok